Я у нас веду предел, что съемка ведется только с разрешения суда, председатель. Все, давайте, составляйте материал. Документы вы. Кто будет составлять? Я вас. Ребята, прекратите нарушать. Гулиев, Мурат, Багира, Глы. Можно договорить? Вы отказываете допуск защитника моего, Меньшакова Павла Александровича, в связи с тем, что у него нет доверенности. Правильно я понимаю? 29 июня 2021 года. Мы снимаем. Примите меры. Ну я же снимаю. Кто-то снимает, очевидно. Камера работает. Сразу сказать, что ничего не было. В смысле сейчас? Да. Протокол составили, не знаю, по каким надуманным причинам. Да, уже Масута я пришел уточнить. Защитником я стал вот сегодня, 15 минут назад. Теперь понятно, что Фрисов берут пример. Все ссылайтесь на следующую. Может, позже прийти, а завтра, когда уже решение будет. В цели экономии процессуального времени, не затягивать судебное разбирательство, прошу огласить постановление по данному делу. Вы слышите вопрос мой? Трускому закону владеете? Владеете. У меня вопрос вам. Если человек зашел в здание суда, вы ответите на него прямо? Какой это юридик? Я правильно вас понимаю, что мной было заявленное хозяйство о допуске защитника Меншалова Меншакова Павла Александровича, и он был вами допущен в качестве его защитника? Ну и вот, но его же не попросили убить. Замечательно, что он тоже на составленнике. Выразили с ней права и обязанности, да? Меншакова Павла Александровича. А вас где врать учат? Было заявленное хозяйство о приобщении видеозаписи из холла суда. Какое ваше решение? Помните такое хозяйство? Да. Видеозапись не лялась. Он временно не лялась. Он работал, как надо сообщить с агентством Миллуха и в районном суде. Не лялась. Было заявлено хозяйство о прекращении производства по делу администативного правонарушения в ч.е. 2017-3 в связи с отсутствием состава администативного правонарушения. Какое ваше решение по данному классу? Отказано. Отказано. В каком виде вы отказали? В устном. Если не ждали, то он устремлялся. Общеваете в устном. В протоколе, опять же, вы не помните ничего. Вы вносили какие-то записи в протокол с самую нижнюю часть обратной стороны? Не помню. Не помните. Уважаемый суд, прошу Ваше разрешение, чтобы должное лицо мог возможность подойти, может к нам подойти, у нас копия есть, может к Вам подойти. Просто ознакомился с тем текстом, который написан. Потому что по данному вопросу, по данному, по данной записи есть вопросы. Вы пишите, ходатайство рассмотрено. Какое ходатайство рассмотрено? Первое. Потому что я думаю, что у Вас будет одна какая-то. Когда это номер два рассмотрено, очереднейшее, какое решение по нему? Никогда. Никогда. Еще раз. Усно же Вам все говорили. Вы гласно говорили? Но записи-то Вы только что почитали записи свои? А вот, скажите, в рамках чего вообще были внесены данные записи? Для чего Вы их вносили? Что это такое, вот записи? Они не предусмотрены… Вы еще ходатайствовали, чтобы все Ваши ходатайства были вписаны. Вы их вписали, протоколы прилагаются, они перечислены. Меня интересует нижняя часть обратной стороны. Протоколам данных, тут вообще график такой нет. Вот Вы просто здесь вносите какие-то записи. Меня вопрос. В следствии чего Вы их вносите сюда? Какая причина? Мы же только что почитали их. Вы сказали, что написано Вами. Я вот читаю, раз Вы уже ознакомились. Ходатайство рассмотрено, точка. Ходатайство 2 рассмотрено, точка. 13, там с чем-то. Дальше. Гражданин Бакшаев и предложено 1 час времени. Ну это понятно. Это на первое ходатайство. Дальше. Ходатайство 6 рассмотрено. Нет, почему? Ходатайство 6 рассмотрено. Какое решение по заявленному ходатайству, раз оно рассмотрено? Решение Вам было в устной форме. Вы сами говорили, что Вам нужно в устной форме, либо в письменном открытии. Я говорил, что можно в устной форме, да? Либо в письменном, либо в устной. А как кодекс предусматривает? Как кодекс? Кодекс как предусматривает? На счет кодекс? Да. Не знаете? Хорошо, и тогда к этому вопросу тоже не могу не задать. Последняя запись. Доверенность у защитника не имеется в допуске отказать. В этой связи у меня вопрос. Я изначально, ну ранее немножко, точнее задавал вопрос по поводу Меньшакова Павла Александровича. Вы сказали, что он был допущен. Тут пишите, что Вы отказали в допуске защитника. Да, Вы сказали это написать. Потому что для начала мы попросили доверенность, то что он будет представлять ваш интерес при составлении протокола. Он сказал, что доверенность отсутствует. Он просто будет присутствовать, как защитник. Вы сказали, я сказал, что тогда Вы будете удалены из здания от помещения суда. Вы сказали это отобразить в протоколе. Я отобразил это в протоколе. После этого гражданину Меньшаку должен был просто посидеть, послушать, когда будет составляться протокол. Конечно, он остался в здании, в помещении суда, оставая его суда, ему не было выделено такое требование к таким образом. А, я Вас понял. Точнее, я Вас слышу, но я не понимаю Вас. Вы мне не объяснили ничего. Мне вообще непонятно ответ на мой вопрос. Защитник Меньшаков был допущен в качестве защитника или нет? В качестве защитника? Он присутствовал. Он мог и разговаривать, он мог и снимать, он мог и присутствовать. Вы понимаете профессиональный статус защитника? Кто такой защитник? Кто такой представляет интересы? Меньшаков Павел Александрович был допущен. Извините, пожалуйста, но я просто не знаю как. Может быть вы как-то... Задавать можно. Да, спасибо. Меньшаков Павел Александрович был допущен в качестве защитника? В качестве защитника нет. Он присутствовал в Басе при составлении штаба. Вы ранее сказали, что он был допущен? Я сказал, что он был допущен в присутствии при составлении административного права. В качестве защитника был допущен или нет? Нет. Не был допущен. А почему? Не имелась доверенность до отказания убийства юбилейского государства. А доверенность необходима, да? При составлении проклава. Да. Согласно. Да нет. Сюда уже не был. Хорошо. Вынесли определение об отказе в допуске Меньшаков Павла Александровича в качестве защитника? Почему? Ну ничего не вынесли. Почему? Ничего не вынесли. Почему вы определение не вынесли? Мы даже не требуем не попросили. А вы вынесли только когда просят? Нет. Вообще не было вынесли. Нет. Да, я спрашиваю. Почему? Вы потому что считаете, что определение не нужно. Или вы считаете достаточно человеку устно сказать. Или вы не знаете требования кодекса. Объясните, почему вы не вынесли определение? Просто не вынес определение. Просто что? Не вынес определение, потому что я до этого вообще не доходил. Просто сказал, что у меня нет доверенности. И мы ему предложили такими, он не такими, но там предложили просто присутствовать при составлении протокола. Определение, что влечит аллоприня. Ага. Скажите, пожалуйста, у меня еще было заявлено ходатайство, оно было последним, о направлении копия протокола по месту моего жительства. Да. Данное кладоста было вам удовлетворено? Да. Вы направили кодеку протокола? Направили? Да. Чем это подтверждается? Так. Получается, направлял старший судебный пристав, начальник, потому что он был почтовым и филкутным. То есть что получается? Получается адрес. Улица Мира я даже адрес точно не помню, но улица Мира. Ага. Копия вот такого. Копия вот, материал получается, то, что мы увидели из керавра. Сейчас. Вы рапорт, помните, который вы писали? Который? Который я писал? Я рапорт, есть. Туда, который вы писали, рапорт? Частично не, да. А? Частично помню. Частично помню. С치ы? То есть вы утверждаете, что такой протокол был направлен? Да. Чем подтвердить вы это можете? Сейчас ничего не можем. Ничего не можете. Кто это может подтвердить? Старший северной обряд, либо начальника исправного? Начальника отдела? Да, старший отреста, либо старший северной отдел. Ну, фамилии какие-то есть? Начальника отдела кто? Устинова-Снежана-Семёновна. Устинова-Снежана? Да, Сергеевна. Сергеевна Сергеевна, или? Или старший с ним на веке, который направлялся и любит. Фамилия как у него? Милов Николаев. Милов, да? Просто Милов? Да. Имя и отчество? Николай Владимирович. Николай? Владимир Владимирович. Николай Владимирович. То есть кто-то из них направил копию протоколов? Все материалы делали. У нас направляется как бы от службы. Наша служба была направлена через почтовую... Вы не путаете? Было направлено в мой адрес или в суд? Нет, в ваш адрес. В мой адрес был направлен. То есть, казалось, это было удовлетворено, да? Угу. Хорошо. Тогда вот, согласно вашего рапорта, в последнем помзаце вы указываете. Протокол был сфотографирован гражданином Бакшаевым, поэтому направлять его копию по месту жительства дополнительно считаю нецелесообразным. Ну, там, да. Это реально так показалось. Было актуально по месту жительство, которое вы указывали для отправления почтовых информаций. Ну, это было актуально точно. Уважаемый суд, я в данной стадии могу когда-то позоверить? У меня когда-то стоило запросе в службе судебных приставов, некого начальника отдела Устинова, Снежаны, Сергеевны, либо старшего смены МИЛОВ, НВ, запросы информации, направление в мой адрес, копии процессуальных документов, которые я должен содержать. Копию протокола обнести на правонарушениях, а также, возможно, иные материалы дела. Потому что данное должностное лицо подтвердило, что данные копии протокола были мне направлены. Довожу до сведения суда, что на настоящее время копии протокола я не получал. Я узнал о данном деле, только ознакомившись с материалами дела в мировом суде. И также тут очень есть, ну, надеюсь, вы очень наслышите все это и понимаете, есть очень много противоречий показаниям данного должностного лица. Тут он пишет, что в рапорте, что нет смысла направлять, каждый уже направил. Материал дела также не содержит информации, что мой адрес был направлен в копии процессуальных документов. У меня подарок. О запросе в орган, получается, непосредственно данным должностным лицам, может быть, на имя руководителя службы стильных приставов по Ленинской и Свердловской у вас, да, получается? Ленинский просто, да? Нет, Свердловский, да. Отдел службы приставов по Свердловскому району. Да, ну вот данное отдел службы по Свердловскому району. Информации, потому что данное отправление должно быть заказным, потому что там есть сроки определенные. Поэтому, считаю, необходимо сделать данный запрос. Значит, не когда вас все поддерживаем? Да, поддерживаем. Еще один из тех пор, пожалуйста, взаимодействуем. Мои права были как-то, по-моему, у меня родственные? Права? Да. Да. Какие именно? Имейте право присутствовать, оправдывать, и вас наказываются с материалами дела. Ага. Это какая статья? Что еще было в нервности? То, что имейте права на защитника, имейте права. Ну, то, что я наказал ранее. Ага. Кто это может подтвердить? Кто это может подтвердить? Кто, если субъектит, второй субъектит? Второй субъектит? Кисляк. Кисляк? Беспятых. Беспятых? Беспятых. Беспятых. Какую статью еще раз? Вы не сказали? Я не помню. Не помню. Что-то еще разъясняли? Ну, может быть... Но инфрация обязанности? Да. Ничего не знаю. Может быть, из какого-нибудь другого кодекса или нового нормативного права? Я не помню. Только кодекса, правильно я понимаю? Нет, точно не помню. Точно не помню. Хорошо, скажите, пожалуйста. Пожалуйста, я заявил радостно о том, чтобы внести в протокол Чернышева Филиппа Валерьевича. Тоже не помню. Вроде да. Ваше решение? Я еще не помню. Нет, ну... Давайте попытаемся вспомнить, но так же невозможно. Вы ничего не помните. Я заявляю о ходатайстве. От опуске защитника. Вы тут начинаете то да, то нет. В итоге мы поняли, что нет. Дальше. Мы разобрались. Давайте по свидетелям. Свидетелям вы указали. Ваших коллег, блажестных лиц. Мною было заявлено ходатайство о том, что Вы просили в качестве свидетеля Чернышева Филиппа Валерьевича. Вы опрашивали данного человека? Почему? То есть не опрашивали? Не опрашивали, это точно. Вы отказались? Вы отказывали его внести в качестве свидетеля? В качестве свидетеля? Да. Не помню. Сейчас я не могу ответить на это. Хорошо. Скажите, пожалуйста, Вы внесли свидетелей своих коллег, блажестных лиц. Объяснение данных лиц у Вас были на тот момент? На тот момент? Да. А на каком основании Вы поняли, что они являлись свидетелями? Мы присутствовали. Не знали ли они присутствовали? Может, они не видели? Может, не были заняты делом, в отличие от Вас? Мы писали, что были свидетели, и написали про этот рапорт. То есть в момент того, как насилие их свидетелями, никаких сведений от них не поступало? Рапорта только не писали. Уже были рапорта? Нет, они писали. Они не написаны. Но когда этот рапорт был, они писали рапорт. Ответственность по 17.9 была ее разъяснена? Правая обязанность каждому везде приводит. Почему в протоколе это не отражено? Почему в протоколе это не отражено, что по 17.9 не были предупреждены? Протоколе не расписались. Где в графе следует? Расписались, да. А по 17.9 и почему не были не предупреждены? Задача заведомо ложных показаний. Протоколе не указывалось. Не указывается? Ну, в бланке, которые я писал. Да, там... Скажите, пожалуйста, в протоколе вы указали, что не было разрешения от председательствующего судьи. Он должен был дать разрешение на видеосъемку в здании Свердловского района? В здании председательства суда. В протоколе обместивном правонарушении. Встретите на вопрос. В протоколе обместивном правонарушении указано. Не было разрешения... Ну, я уже сокращаю. Председательствующего судьи. У меня вопрос. Председательствующий судья. Он дает разрешение на проведение видеозаписи в здании суда. В здании суда? Да. В здании суда. В здании суда, да, председатель. Почему вы указываете это? Представите. Она должна была дать пояснение, потому что это одолжские слушатели. А кто она? Председательствующий судебного заседания. А кто это был? Судья Нищенко. Вам известно, что я участвовал в качестве слушателя, в средствах массовой информации. На судебном заседании. И что производил видеосъемку. Вам неизвестно, да? Возвращаясь к вопросу о защитнике. Вы сказали, что защитник не был такой ученый, правильно? Согласно вашего рапорта, чтобы пресечь дальнейшие провокационные действия со стороны защитника гражданина Бакшаева, защитник был отстранен по моему решению, но так как составление протокола обместительного правонарушения происходило на пропускном посту, в холле, все-таки холл получается, называется у вас это место на будущее, здание суда, защитник все слышал и присутствовал. Я правильно понимаю из данной записи, что вы сначала допустили защитника, Меньшакова Павла Александровича, а потом, ну по какой-то причине, тут вы ее описываете, здесь тоже можно вопрос задать, по какой-то причине вы решили его отстранить. Я правильно понял? Тогда хочу уточнить, потому что вы даете уже третий вариант. Первый вариант, вы дали такой, что защитник был допущен. Второй вариант, что защитник не был допущен, потому что не было доверенности. И третий вариант, что защитник был допущен, но потом вследствие его действий он был отстранен. Какой правильный? Нет, я же объяснял, что сначала мы проверили документы. Он был допущен же, если получается, если он уже переострелил. Да почему есть допущен? Я отпрашиваю в качестве защитника. Был допущен, получается? В качестве защитника нет. Вы пишете, что был допущен, а потом был отстранен? Нет, после того, как он сказал, что у меня нет доверенности, и тогда уже начал проволокационную действию. То есть вы сначала допустили человека в качестве защитника, потом поняли, что у него нет доверенности? Нет, в качестве защитника он просто, получается, присутствовал. Вы коротарствовали, что он пришел. Он пришел сначала как лицо. Он паспорт объявил, я записал, а после этого попросил доверия, и сказал, что она отсутствует. И в качестве защиты после этого он уже не был допущен. Послушайте, вот ваш коллега тоже присутствует здесь. Он не является участником производства подел. Он просто сидит, наблюдает за порядком. Вот мы участники процесса. Вы понимаете разницу между человеком допущенным в качестве защитника и человеком просто, который стоит рядом и наблюдает за происходящим? У нас построено здесь. Он был допущен в качестве защитника? Нет, не было. Хорошо, тогда я правильно понимаю, что вы допустили, не знаю, неверные данные внесли в ваш протокол, указав, что был отстранен по моему решению. От чего вы его отстранили тогда? Если он не был допущен, от чего вы его отстранили? Получается, он разговаривал и осуществлял его. И он был отстранен от именно, что он просто будет присутствовать при составлении протокола. Отстранен от того, что он был защитником. Отстранен от чего, что он был защитником? Что он был защитником. Вопрос можно сюда. Я сейчас, я все буквально... И еще скажите, пожалуйста, вы так хорошо нормами права соблюдены, прямо там примером, приводите нам цитаты из... Вам известно на последнем приеме Верховного Суда номер 35 об открытости и глаз от судопроизводства и о доступе к информации деятельности судов? Известный такой пункт? Нет, нет. Пункт 19 вам о чем-то говорит? Нет, сейчас нет. А о чем тогда вообще данное постановление вы знаете? Вы пытаетесь почитать издалека? Нет, я вообще не почитаю. Ну, вы просто тянетесь. Ну, вы знаете, о чем вообще гласит данное постановление? Смысл постановления? Не вспомните, да? Да я вам напомню. Пункт 19. Посетителям и представителям Редакции СМИ, в кавычках, журналистам, я удостоверение предъявлял, что я являюсь журналистом? Вы пришли как слушать. Я удостоверение предъявлял? На посту? Да. Я не могу сказать, что я же сегодня... Ну, вы уже указываете в рапорте. Вы немножко подготовились бы, чтобы как-то прийти тут. С аудио, видео, киносъемка и фото должен быть обеспечен свободный вход в здание суда. Вам известно данное положение? Я говорю, что я имею право свободно пройти на судебное свидание. Ну, конечно, документы предъявить. Не помните? Не помню. Я же на 100-й раз ослел. А где вы были? Я находился в другом промышлении. На автоматере я спустился, когда вы уже начали развести видеосъемку. То есть вы не были, получается... Когда вы просто зашли? Нет, не было. Нет. Вы спустились. Получается, я уже вел видеосъемку? Нет, я спустился, когда... А когда спустился, вы уже начали вести видеосъемку. Уже вел видеосъемку? Вы только начали вести видеосъемку. Только начали вести видеосъемку. Когда я спустился, да. Правильно ли я понял, что те слова, которые вы говорили о событиях, которые происходили до того, как якобы Бакшайов начал вести видеосъемку, Вы этих событий не видели? Я подходил к секретарю. Я вопрос еще раз задаю. До того, как Бакшаев начал вести видеозаписи, вы этих событий не видели? Я не находился на посту, но я эти события слышал. Извините, вы 20 минут рассказываете, и сейчас выясняется, что вы ничего не видели. Я уточняю вопрос. До того момента, пока Бакшаев не начал вести видеозаписи, вы эти события не видели? Смотря какие, потому что я же хотел к секретарю. Вы только что пояснили судьбу участникам процесса о том, что Бакшаев, когда начинал вести видеозаписи, он в этот момент спустили с второго этажа и видели. До того, как он начинал вести видеозаписи, до этого какие события происходили, вы их видели? Момент, потому что я находился сначала, он зашел, сказал, что он качественный слушатель. Я ушел к секретарю судебного заседания, который будет вести дело. Так, давайте тогда по порядку. Вы находились на посту, когда Бакшаев пришел в здание судебного заседания? Рядом с постом, да. Были рядом с постом? После этого что произошло? После этого... Он представился, что в качестве кого он учился? В качестве слушателя. После этого что? После этого я ушел к секретарю. Он пропускной режим прошел? Нет. Не прошел, то есть он там остался? Ожидал, да. После этого вы куда ушли? Я ушел к секретарю судебный. Судебный. То есть он пояснил в качестве слушателя... Судебный на какое-то... На какое дело ты уже указал? Судебный. Да. А вы откуда знаете, что данное дело судебный щенка рассматривает? Потому что дружинец им можно было административным привлекаемым административным. Он был уже сотрудником полиции на стороне дружины. Нам сказали, что могут прийти слушатели. И когда придут слушатели, доложить сначала секретарю, а секретарю... Ну, то есть вы после этого узнали, что он явился слушателем на процессе, судебный щенка, пошли к секретарю судебный щенка. Зачем? Чтобы доложить ей, потому что пришел слушатель Бакшая и если судебный... Он как слушатель заявил, что он приезжал к журналисту? Нет, он как слушатель. По самошенному, они на втором этаже ожидают чего-то. Угу. Представляете, скажут вас позвать при пропуске? В смысле, кто скажет позвать? Ну, судья. А на каком основании мы сейчас запрещаете пройти к председательному заседанию? Я женились с меру с державой. Имею право пройти. Как слушать? Так, вы сходили к секретарю, доложили. После этого вы возвращаетесь? После этого я подождал, пока секретарь сходил до судьи. Она подождала, сказала, что судья вынесет решение по допуску. И через 5 минут нам сходят. Я спустился, чтобы передать эту информацию, дождение. То есть вы спускаетесь, видать этот момент, видите, как ваши дни обожают? И получается, я говорю, нужно подождать 5 минут, судья будет выносить решение. Ну, старое решение о допуске слушателей или нет. То есть вы ему передали эту информацию? Да, и информацию. После этого только он начал. И он начинает снимать видео? Сначала начал размещаться, потом начал снимать на видео. Еще вопрос. Да, у меня вот вопрос уточняющий. Потому что настолько разлучатые ответы дает. Поэтому у меня вот вопрос связанный. Вы сказали, что я не говорил о том, что я являюсь председателем средства массовой информации, да? Да. А почему вы указываете это в рапорте своем? Указываете дату, время, прибыл гражданин, сообщил, что он является представителем средства массовой информации, запятая, предъявил паспорт на имя Бакшаева и потребовал пропустить его на судебное заседание в отношении сторонника оппозиционера. Я прямо так сказал, прошу пропустить меня в отношении оппозиционера, блогера, самошно точнее, короче, ведется рассмотрение дела. Так я и сказал прямо? Нет, очень не помню. Не помню. Так вы же не присутствовали, получается? Нет, когда вы заходили, то я был. Так все-таки я... Это было не на постой, не осуществлял пропускной режим. Так все-таки я был, говорил о том, что я являюсь председателем СМИ или не говорил? Ну, вы сказали, что в качестве слушателя на судебное заседание... Да вы указываете, что он является председателем. Председателем СМИ. Вы откуда это взяли? Получается, я только он, которая составляла рапорт, получается, и только кого, тогда я узнал, что вы присудите сейчас. Нет, вопрос. Тогда получается, показания, которые вы только что давали суду, являются ложными? Нет. Нет? Тогда поясните, есть явное противоречие. То вы говорите, что вы слышали, а то выяснили. А там написано, что, оказывается, был... Тогда вам стало известно то, что вы журналисты не являлись. То есть, вы знаете, при составлении этого такого? При составлении этого такого. Отвечаемый данную информацию, вынесли свой рапорт. От кого он стал известно? Так, сейчас... Я не ошибаюсь от сотрудников в службе, которые отнеслись к службам и пустым, которые записывали ваши данные. Но фамилия-то есть ли? Фамилия, да, Жаков, Беспят. А вы лично спрашивали у Бакшаева, является ли он журналистом? Я не помню. А почему вы не спросили об этом, если вам Жаков и Беспяток сказали, что он журналист? Вам два сотрудника сказали, что он журналист. Журналист, вам только что сослались на постановление Пленного Верховного Суда. Он уже составлял. Имеет право посещать суд. Журналист имеет право посещать суд. Вам об этом сказали Жаков и Беспяток. Вы прямо так и написали, что Бакшаев вам сказал, что он имеет право посещать суд. Почему вы не спросили у него удостоверение, если вам об этом сказали два сотрудника? И что вы мне тогда... Удостоверение почему не спросили? Потому что у этого документа был документ, который я составлял, получается, протокол. Вы вопрос понимаете? Да, но я не спросил. Почему не спросили? Не знаю. Значит, на тот момент, когда вы составляли вот этот вот протокол, вы знали, что он является журналистом? При составлялении этого дела. И знали о существовании постановления Пленного Верховного Суда? Да, я еще знал, что только с разрешения председателя суда можно в коридорах, в помещениях суда с ним... Ну, для него выше. Не про это вопрос. Для него там выше. Скажите, я последний вопрос уже задам, не могу его пропустить. Ваш вопрос. В ходе дальнейшего составления протокола о местном правонарушении защитник гражданина Бакшаева начал мешать осуществлению процессуальных действий. Осуществлял провокации. Не могу не спросить. То есть, все-таки на ком-то этапе Меньшаков был моим защитником? Вначале. А? Получается, вначале. Ну, получается, он не защитник, а когда просто он подошел. Ну, вы указываете. Вы не пишете просто гражданин Меньшаков стал мешать. Вы пишете защитник гражданина Бакшаева. Защитник – это процессуальный статус. Как свидетель. Мы его представили, как защитник. Ну. Ну, вы указываете. Так он был защитником моим или нет? Стал мешать осуществлению процессуальных действий. Осуществлял провокации. Вел себя вызывающе. В чем это выражалось? Вот согласно вашему текста, если вы смотрите, что был защитник, которого я зовил, Меньшаков Павлов Александрович. После этого он стал считать какие-то действия, которые вам не понравились, провокационные, вызывающие. И после этого, вы так и пишете, отстранил. Был отстранен по моему решению. Я понимаю, сейчас вы пытаетесь, как тут. Но согласно вашего текста, вашего рапорта, вы увидели, оказывается, защитник Бакшаева. Защитник Бакшаева. Провокационные действия. Видите на вопрос, какие провокационные действия были? Он мешал составлению. В чем это выражалось? Постой вопрос. Вы меня оговорили, получается? Что? Вы оговорили меня в своем рапорте? Почему? Вы указали, что я там совершал какие-то действия противоправные. А сейчас вы не можете ничего пояснить. Почему? Почему поясняйте? Громко разговаривали, перебивали меня. Потом пытались снять на видеокамеру. Громко разговаривать запрещено? Нет, но вы перебивали. Громко разговаривали. Сейчас я громко с вами разговариваю? Сейчас нет. Это вас пугает? Нет. А в прошлый раз пугало это вас? В прошлый раз вы не так разговаривали. А как я разговаривал в прошлый раз? Я не буду сейчас разговаривать. Скажите, как я разговаривал в прошлый раз? Ну, я говорю, возмущаюсь. А как вам еще? Возмущаюсь. Возмущаться запрещено в суде? Возмущаться на ты переходи. Возмущаться запрещено в суде? Я с вами на ты даже не переходил. Возмущаться запрещено в суде? Запрещено? Возмущаться нет. Нет, не запрещено. Подождите, вы только что сказали, что как только Бакшайев ушел, составление протокола вам и было окончено. А что еще тогда может составляться, если вы закончили произнос по делу? На каком основании? Получается, в смысле, закон. На каком основании? Вы же любите говорить законное основание. Я вас спрашиваю, на каком законном основании вы начали собирать какие-то документы, вкидывать их в дело, после того, как составление протокола было закончено? Законное основание назовите. Ваши действия незаконные были в этом случае? Законные. На каком законном основании? На основании 118 фигурного. Что там написано в 118 законе? Все в 118. Я вопрос вам задал. Что там написано? Какая статья этого закона позволяет вам, после окончания производства по делу, вкидывать в него какие-то документы? Вы можете на статью сослаться? Права судебных приставов. Статья 11. Судебный пристав после окончания производства по делу имеет право в дело какие-то документы подсовывать. Еще вопросы. Да или нет? Давайте не будем друг друга убеждать в чем-то. Я уже имею в виду вопрос. Давайте, давайте. В рапорте вами указано, что Бакшаев пришел и заявил следующее. Прошу пропустить на заседание в отношении сторонника оппозиционного блогера Навального. Бакшаев говорил такие слова, да? Я не помню. Говорил или нет? Относительно обстоятельств, когда пришел Бакшаев, нам свидетель дал показания. Кому повторно спрашивает? Уважаемый суд, я полагаю, важно, чтобы установить потом и разобраться с сомнениями в отношении тех сведений, которые указаны в протоколе. Мы уже много, конечно, их нашли. Но, тем не менее, если сейчас должностное лицо заявит, что этого не было, это один вопрос. Другой вопрос, он говорит, что он не помнит. Ну, как же он не помнит-то, если мы знакомились с материалом дела, если никто, кроме него, не говорил, что Бакшаев пришел на рассмотрение, делал отношения оппозиционного блогера. То есть, не говорил Бакшаев таких слов? Не помню. Не помните, ладно. То есть, правильно, суд вас понял, вы услышали, что Бакшаев пришел в суд в качестве слушателя? А если вам стало известно при составлении протокола, что он также играет на журналисты? В вашем рапорте написано, что он просится на рассмотрение к оппозиционному блогеру. Что значит оппозиционный? Который оставляет оппозицию в дату, в которой вы говорили. Не понял. Что значит оппозиционный? Вопрос, когда вы снимаете, давайте по сути, кто обстоятельствует. Уважаемый суд, это ругательное слово или что? При каких обстоятельствах судья Онищенко, а это она или он? Она. Она дала вам распоряжение, чтобы Бакшаев ожидал в холле на первом этаже. Честно, что это было. А судья Онищенко лично вам говорила? Нет, не было. Лично от судей не было распоряжения. Скажите тогда, почему тогда в вашем рапорте написано, что про секретаря вообще не указано? Что? Что секретарь вам давала такие сведения? Не. А она вам передала это устно или письменно? Нет. Устно. На каком основании тогда вы решили, что запрещена запись? Надо, потому что она разрешена при согласии с председателем судеб. В рапорте указано, что Бакшаеву было разъяснено, что видеосъемка ведется только с разрешения председательствующего или председателя суда. А кем было разъяснено? Сотрудниками. Каким? Кем именно? Ну, вы же указываете, что было разъяснено. Да. Это что у вас? Слухи, что ли, у вас там написано? Нет, я тоже. Получается, после того, как ему сделано было замечание и требование, чтобы он убрал видеосъемку, ему объяснили. Кем было разъяснено вопрос? Мы тоже было разъяснено. Вы разъясняли? Что вы разъясняли? То, что ввести видеосъемку в здание приглашения государства может с разрешением председательства или председательствующего судебного за себя. У вас была информация о том, что видеозапись запрещена Бакшаева? Именно нет? Да. Нет. От председателя суда была такая информация, что запрещено Бакшаеву снимать в суде? Нет, мы не обращались еще к ним. А почему тогда вы протокол-то составили, если у вас не было никаких сведений? А чем подтверждается, что вы что-то разъясняли Бакшаеву? Сотрудник на остальные. Где это происходило, ваше разъяснение Бакшаева о том, что... Я не помню, где я стоял. Вы же говорите, что было, значит, вы помните об этом. Опишите. Точно, как именно я не могу описать. Я не помню, где я стоял. Я помню, что я говорила, что где я стоял и не помню. Так. Вы спрашивали у Бакшаева, понятны ли ему и ваши разъяснения? Какие? То есть... Про которые вы говорите? Про которые я говорила. Да, вы спрашивали у него? Вопрос задавали или такой? Я сказал, что в противном случае будет составить, потому что он ответил, пожалуйста. Вопрос. Слушайте. На территории Российской Федерации дело производства ведется на русском языке, а поэтому на русском с вами и разговариваю. Я вам на русском языке. Конкретно вопрос вам задаю. Вы спрашивали у Бакшаева? Не помню. Понятны ли ему ваши объяснения? Спрашивали? Не помню. Точно не помню. Вот согласно материалам дела, там в 1441 было подано ходатайство о допутке защитника. Оно вами было удовлетворено? Изначально, когда ходатайство было? Оно вам? Вот когда оно было вам подано, оно было вам удовлетворено? Было удовлетворено. Уважаемый суд. То да, то нет, то да, то нет. У меня ходатайство при качении производства. Где проекты выводил, уважаемый суд? Потому что данное должностное лицо... Подождите, вопросы к свидетелям не имеются? Я прошу прервать этот опрос. Вопрос к свидетелям. У меня вопросы есть. Они без смысла? Но я прошу прервать вопрос, потому что не имеет смысла. Они вообще не понимают, что происходит. Прorfашивается вопрос об освобождении свидетелям дальнейшего участия в расследенции? Нет, уважаемый суд. Нет, нет, нет. Я прошу объявить мне, вот сейчас перерыв. Просто, ну, видно, что должностное лицо вообще не в теме. Составило протокол, почему не знает. Основание не знает. законных оснований не знает, свой регламент тоже не знает, у него даже номерной знак, видите, затер, его прочитать нельзя, они шибруются там все, чтобы никто не смог сказать. Мое ходатайство о том, чтобы сейчас объявить перерыв с целью рассмотрения моего ходатайства следующего, о прекращении производства по делу, потому что данное должностное лицо уже в пятый или шестой раз меняет свои объяснения. То есть, то он удовлетворил ходатайство о допуске защитника, то он не удовлетворил ходатайство о допуске защитника. И также остальные все положения. То есть, ни права не разъяснил, ни нормы процессуальные не выполнил. Нельзя при таких процессуальных нарушениях признавать человека виновным, вне зависимости от того, было ли какое-то нарушение или не было. Хотя мы видим, что... Я, конечно же, поддерживаю, я просто в качестве дополнения могу сказать, что очевидно, что допрос данного свидетеля, он ни к чему не приводит. Нет, с одной стороны, да, он полностью подтверждает наши доводы, которые будут изложены, что действительно человек нарушал права и законы интересов, он не знает права, он дает противоречивый ответ. Сначала он говорит, что сейчас, опять же, он будет защитником, будет допущен. То есть, если взять в совокупности все его слова и его рапорт, ну, очевидно, что защитник был допущен. Он же пытается просто так неумело юлить и свою позицию, не знаю, намерен, что ли, искажать. Ну, конечно же, приходится неоднократно задавать на те же вопросы. С другой стороны, да, его это право, я не помню, не знаю, забыл, и противоречивый ответ. Надеюсь, суд даст этому правильную оценку. Поэтому я ходатайство, конечно же, поддерживаю. Я, конечно же, поддерживаю. Ранее вы говорили, что в холле имеется информация для граждан. Мне только осталось непонятное информацию, вот эту информацию, которая в холле размещена. Вот если я приду в ваш суд, могу я ее там сфотографировать? Сфотографировать? Да. Да, сфотографировать, да, сейчас. Могу? Нет, просто прийти сфотографировать, могу? Вот как сегодня вот в этом суде я пришел, сфотографировал с расписанием суда. Я сфотографировал. Сегодня я что-то нарушил, когда фотографировал стенды в здании суда? Не могу сказать, что я не беру. Так, а в вашем тогда, суде, если я стенды фотографирую, я что-то нарушаю? Смотреть, какие стенды. Стенды, которые внизу находятся? Ну, там в различных местах. Есть расписание судебных. У вас есть секретные стенды? Нет, есть стенды, которые нельзя фотографировать. Какие? Вот, допустим, исковые заявления, ябросы, где их не готовы. Нельзя фотографировать образцы исковых заявлений, правильно? Там же написано. А зачем тогда они там размещены? Для свободной формы, потому что пишутся образцы. Понятно. Зачем тогда они там размещены? Я ознакомился, я написал местных заявлений. То есть, ознакомиться можно, сфотографировать нельзя, правильно я вас понял? Где видео? Так, фотографировать нельзя. У меня в дополнение один вопрос. Скажите, пожалуйста, об этом холле есть места для граждан? Ну, там стулья, скамейки, столы? Скамейки есть. Да. А столы есть там? Стол. Стол. Бумага, ручка есть там? То есть, можно там писать? Там лучше, да. Можно писать. Если человек пришел, хочет написать заявление и подать его в суд, потом пройти через КПП, как называется, напомните, пожалуйста. Как называется место? Первый пост. Ну, через пост пройти, документы там предъявить, не предъявить, если документы есть или нет у него, неважно. Человек пришел и хочет написать какое-то заявление. Вы запрещаете ему делать это? У нас нет канцелярии, поэтому к нам приходят только участники Среди Молодой Среди. У нас не пишут заявление. Я, подождите, я завтра туда приду и буду писать заявление. Вот завтра туда приду, сойду в фолл, без документов, посмотрю на образцы заявлений, возьму чистый лист бумаги и ручку, которая там у вас, по-моему, есть, бумага точно была, и буду писать заявление. Я нарушаю что-то? Да, ну, то того, как вы пройдете туда, вы пройдете через нас. Мы спросим, у вас цель визита. Я не прохожу через... То есть вы мне... Не дойду до стола. Нет, вас не пропусили. То есть вы мне запретите писать заявление. Вам объясняют, вам не запрещают, вам объясняют, потому что цель визита вашего нужно дать. Моя цель визита – прийти и написать заявление. Вот я вижу образец, вот у меня ручка, вот бумага. Я пишу заявление. Мы просто переставляем документы? Нет у меня документов. Конкретно ответьте на поставленный вопрос. Нет. Вы мне запретите это делать? Нет. Я смогу сесть за стол и писать? После того, как вы настроете... Я не подхожу к вам вообще. Вы забудьте про свой пост. Пресс идет о холле. Хлопчик. Вы зашли в здание суда и до первого поста. Вот это место, вот тут вот люди, личность которых еще не установлена. Он зашел гражданин с улицы, ознакомился со стендом, с информацией. У нас стенд находится здесь, а стенд находится около поста. Поэтому он научит к слушанию, проходит только через нас. То есть не проходя первый пост? Невозможно подойти к этому. Он может с этой информацией ознакомиться? Информация находится около двери, а вот где написание заявлений, написание остальных форматов находится около поста. Сфотографировать данный стенд может он? Стенд находится в двери, он может его сфотографировать, а вот стол, где пишут заявление, находится в другой части, получается, около поста. А чтобы ему за этот стенд стоять, что нужно ему? Первый пост? То есть... Я, уважаемый слог, извините, пожалуйста, меня, но данное зашлое лицо будет заблуждение. Во-первых, холл, стол находится до первого. Поста? Прямо вот... Ну, до, все равно, я могу туда зайти. Он же не после поста находится, стол, а до поста, правильно? Как вы... Я могу к столу подойти, минуя пост? Нет, вы все равно не пройдете, ведь через пост, как вы минуя пост, пойдете к столу. Это потому, что стоит у вас справа. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что приехали. Вот у вас тут стол. А здание помещается, а вы уже проходите к чему-то, давайте. Вас уже спрашивают все и вашего... Хорошо, тогда давайте, я просто, меня тут немножко перебили, мой вопрос конкретно. Я пришел в здание суда, еще раз, соберитесь. Я пришел в здание суда, у меня с собой нет документов, у меня с собой есть ручка и, может быть, бумага, или, может быть, взял это на вашем столе. Есть информация, которая размещена в холле здания суда. Я посмотрел эту информацию, как мы сказали, информация там есть. Посмотрел информацию и решил написать, не знаю, записать эту информацию, может быть, чтобы не запоминать. Может быть, написать на основании этой информации какое-то заявление, может быть, написать возражение, может быть, просто, не знаю, что-то отметить себе, то, что меня интересует. Я могу это сделать. У вас стол... Если просто написать информацию, которую вы увидели, это чисто вот так, интересно, вы написали... Вы не по-человечески, мы с вами не на шашлыках. Вот давайте ваши действия. Я нарушаю что-то, если я просто пришел. У вас стол находится правее, КПП у вас находится, пункт находится левее. То есть я могу спокойно к столу подойти, не проходя через вашу металлоискатель, рамку металлоискателей. А, рамку вы не проходите. Я не прохожу, да. Я могу к столу подойти, заявление написать. Там, где я заполнял документы, протокол, мы с вами стали, помните где? Это место свободного доступа. Человек может просто пройти, не проходя через рамку. Вы составляли протокол на посту. Я могу подойти к этому столу, не проходя через рамку. Значит, стол где находится? До рамки или после? Около поставлю. Около рамки. Ну, если я буду сядь, приду, сяду за этот стол и буду писать. У меня нет с собой документов. Ваши действия какие? Ну, там, смотря, что вы пишете. Да не важно, я даже вам не буду говорить, что я пишу. Если вы уходите, тогда если вы скажете, что пришел телевизиты, записать информацию и написать на листочке и выйти, тогда да, пожалуйста. Ну, так. Получается, в этот случай, вы меня не записываете? Если просто записываете. То есть, получается, человек нахлечеется здесь, не требует обязательно фиксации в журнале посещений. Да, если он будет находиться здание помещения, тогда будет. А если просто записать около стендов вот этого, информативно? Вы понимаете вопрос? Нет? Я вам привел пример конкретный. Я сказал, что я могу прийти, писать, не имея документов. Я отказываюсь свои данные сообщать. Тогда вас не пропускаем дальше. Так меня не надо пропускать. Я нахожусь. Вас не пропускать. Вот, вы меня не пропускаете. Я сел за стол, начинаю писать. Вы говорите, там, фамилия сказал. Я не буду вам приемлемого звания. Я сейчас запишу. Ваши действия какие? Предлагаем вам покинуть. Я отказываюсь. Я запишу и пойду. После этого уже делать продолжительную обязанность. Что будет дальше здесь такие ваши? Дальше мы вам предупреждали вот эту стрельбу. Да. И вы будете. А, все. Правильно я понял, что в вашем суде, где вы работаете, нельзя просто взять и переписать например, образец искового заявления. Я сказал, у нас именно в этом суде нет искового. Нельзя. Правильно я понял, что нельзя просто прийти, взять и переписать образец искового заявления. В каком именно суде? В вашем суде. Котором. В вашем суде, в котором вы работаете. Какой там? Свердловский суд. От ощущения, что это и лошадь. Там есть какие-то другие образцы, вы сами сказали. Там нет канцелярии, поэтому не подаётся заявление. Я не спрашивал, есть там канцелярия или нет. Да, а вы что там не пишутся заявление. Там... Ладно, все, пасы начнется. Понятно. Следующая фраза у вас указана. Вёл себя вызывающе. По отношению к кому вызывающе вёл? Получает канцелярия. Что значит «получается»? По отношению к кому вёл себя вызывающе? Отношению ко мне. Что это означает? Ну, вмешали, вызывающий себя великий. Нет, вмешает, вмешает? Стоп! Взывающий вёл. Чем это подтверждается? Чем это подтверждается? Да. Только если свидетелями. Что? Только если свидетелями, сотрудниками службы судебных приставов. Называл на «ты»? Да. Называл на «ты»? Называл на «ты»? Это оскорбление? Нет. Нет? А в чём тогда проблема у вас? Ну, получается там... У нас с вами была субординация, да? Правильно? У вас есть... У кого субординация? Как у посетителя, так и всё... У вас есть обязанности? У вас есть права и обязанности как у посетителя. Вот. Я имею, значит, права так обращаться. Как? Хоть на «ты», хоть на «вы». Ты же один, а «вы» — это много. Нормы русского языка такие. Участики процесса. Давайте уже не будем превращать наше судебное заседание в какой-то балаган. Балаган. А вдруг и не надо ни в чём убедать. Конкретно. Ваши вопросы по существу. Далее указано вами. Игнорировал законное требование о ношении маски в общественных местах. Вы так и написали там «законное требование». Поясните, пожалуйста, на каком законе было основано ваше требование? У меня есть указ губернатора о ношении масок. Это закон? Указ, я сказал. Я про закон спрашиваю. Вы же говорили «законное требование». Законное требование о ношении маски в дальнем помещении судового строительства. Это указ губернатора про это есть? Нет. На основании указа губернатора. Док фиказ председателя. Вот так написано. И что там написано? Обязательное ношение масок и причадок. Для кого? Это свидетели и сотрудники. А смотрите, вот вы сейчас находитесь в суде, да? И у вас нос не закрыт. Вы сейчас нарушаете этот указ? Нет. Маски же на меня. Зачем вы подняли маску? Вот сейчас нос у вас открыт. Какие процессы еще в вопросах свидетелей будут? Вы сейчас нарушаете указ? В отношении себя составите материал? Вопрос в данном снимается. Следующий вопрос. Вы объясняли Бакшаеву, как заявить ходатайство? Как еще ответить? Нет. Вы объясняли ему, как рассматривать ходатайство? Нет. Нет. Вы объясняли ему, как рассматривать ходатайство? Нет. Вы разъясняли Бакшаеву, как заявить отвод? Как заявить отвод? Да. При составлении материалов? Ну как заявить отвод? Разъясняли? Нет. Как рассматриваться отводы? Разъясняли? Нет. Нет. Вы разъясняли ему, как воспользоваться юридической помощью защитника? Как воспользоваться? Да. Не помню. Иные процессуальные права разъясняли? Права просто. Иные процессуальные права разъясняли? Не помню. Как не помню? Разъясняли или нет? Нет. Да. У меня еще один вопрос и тоже все. Скажите, пожалуйста, почему в протоколе администативного правонарушения не указали, что... Какая норма права была нарушена Бакшаева? Какая норма права? Да. Но я что нарушил? Статус 17.3.12. 17.3.12. Это как наручить? Кодекса невыполнения закона первого инфидентного преступления. А что нарушил ты? Вы нарушили судью 17.3.12. Кодекса невыполнена? 17.3.12. Это ответственность. А нарушение-то в чем заключалось? Вот есть правило Дружного движения. Нарушил фонд ПДД, есть ответственность по КОАП. Вы мне указали, что есть ответственность по сети 17.3. А что я нарушил? Я не выполняю мои законы дела. Нарушил то что? Нарушил что я? Да. Не могу еще отключить. Это просто дольше. Он же от удастся вызывается я тебя в дальнейшем чувстве в рассмотрении взяла. У меня тут можно? Да, конечно. Слышите? Да, мне возражают. Я заявлял ходатайство о приключении производства по делу. Сейчас мы еще выяснили, что он права-то не разъяснял. Это является самостоятельным основанием для приключения производства. Согласно приемам Верховного суда. У меня транспортные расходы просто большие на участие. Я думал, хоть в меня и в приставке вообще никакой. Уважаемый господин, мое мнение, конечно, я бы хотел по крайней мере хотя бы сегодня закончить видеозапись. Видеозапись. Ну, или опрос... Там человек сверст еще, да? Все, вы можете дать вам. И опрос его напарнику. Ну, в смысле, его коллеги. Я и думаю, что к нему будет столько вопросов. Ну, хотя бы ограничиться тогда просмотром видеозаписи. Участники процесса у нас, к сожалению, я бы еще с вами могла опросить. Секретарю вам нужно домой. Все, я понял. Нам у нас рабочий день за 4 часов. Хорошо. Давайте права и наших сотрудников, которые мы соблюдать. Мы-то справимся. Давайте 16 июля в 14 часов. Александр Владимирович, вы допрашиваетесь в качестве свидетеля, в связи с чем должны дать правдивые показания все и для общей суду все известное подделение. Александр Николаевич, вы вызваны в суд для допроса в качестве свидетеля СМИ, с чем должны дать правдивые показания, сообщить, что известно это делали.